Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с информационным выпуском «Умарти Киев». Коротко о некоторых событиях. Руководитель региона побывал в Моздоке, где встретился с мобилизованными из Карачаева Черкесии, которые проходят подготовку и боевое слаживание. Пчеловоды республики передали 150 килограммов меда военнослужащим. С 1 января следующего года все государственные услуги, возложенные на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. И учителя родных языков Карачаева Черкесии принимают участие в форуме молодых преподавателей родных языков и литератур во Владикавказе. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов посетил Северную Осетию Аланию. В Моздоке он встретился с главой республики Сергеем Миняйло. Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества между двумя республиками в экономике и социальной сфере, обозначили различные форматы расширения взаимодействия в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и развития культурной сферы. Глава республики отметил, что практика обмена региональным опытом в решении актуальных государственных задач очень полезна. Он поблагодарил Сергея Ивановича за сотрудничество и личное участие в мероприятиях, посвященных столетию Карачаевой Черкесии. Вместе с главой Северной Осетии Алании Сергеем Миняйло Рашид Тимрезов побывал в воинской части в Моздоке, чтобы лично встретиться с мобилизованными из Карачаевой Черкесии, которые проходят здесь подготовку и боевое слаживание. Первое, на что сразу обращаешь внимание, это боевой дух наших ребят, их настрой на победу, готовность защищать Родину, выполнять поставленные задачи. И, конечно, наши ребята готовы поддержать и беречь друг друга, как настраивали их дома старшие и командиры. Двумя днями ранее мы доставили в часть дополнительный комплект, обмундирование и снаряжение, а также аптечки. Впереди зима, поэтому особое внимание на теплые обувь, одежду и спальники. Ребята снаряжением довольны, отметил руководитель Карачаевой Черкесии. Далее мы будем понимать нужды наших военнослужащих, будем закупать все необходимое, резюмировал глава республики Рашид Тимрезов. Как в Карачаево-Черкесии проходит реализация указа президента России о частичной мобилизации, готов ли регион к осеннему призыву на срочную службу, который перенесен на 1 ноября. Об этом рассказал военно-комиссар республики полковник Сергей Белобородов. Практическая мобилизация у нас в субъекте проводится согласно планам режима. Да, были небольшие храковатости на начальном этапе, можно сказать, потому что практической мобилизацией у нас со времен Великой Отечественной войны никто не занимался. И в настоящее время, конечно, теория практики немножко отличается. Учитывая ошибки первых дней, на них быстро было реагирование и у сотрудников военкомата, и у сотрудников муниципальных администраций. На сегодняшний день все идет в плановом режиме, жалоб стало намного меньше, и частичная мобилизация, которая была объявлена в указе президента, на территории субъекта уже у нас идет завершена. Думаю, что на следующей неделе она будет завершена. О том, как призыв идет в план, потому что у нас призыв решается весной и осенью, в связи с проведением увезла, что указ президента с 1 ноября является призыв. В селе Учкекен состоялось открытие уже второй по счету в регионе библиотеки нового поколения. Победа в конкурсе, организованном в рамках нацпроекта «Культура», позволила Малокорачаевской районной библиотеке получить финансирование из федерального бюджета на реконструкцию и полное техническое переоснащение. Об этом рассказал министр культуры республики Зурапа Гербов. Центр, конечно, нужно ставить на все связанное с культурой региона, Малокорачаевского района, Учкекена, Карачаевского народа, народов нашей республики. Потому что мировая культура, она богата, российская культура, это ее огромная часть. Но нам, конечно, очень ценно сохранять и развивать именно нашу культуру, культуру наших малых народов и прежде всего доносить ее до детей. Прошедшие горячие точки и не понаслышке знающие о трудностях в зоне боевых действий, российские ветераны делятся своим опытом с теми, кто сегодня призван в рамках частичной мобилизации на защиту Родины. Своё мнение выразила участница Великой Отечественной войны жительница Ось-Джуготы Мария Хутова. Я скажу ребятам, мы обязаны, Россия, матушка, раз поставлена цель, дать людям этим, которые хотят, и сейчас же выборы были, они добровольно шли голосовать за Россию, чтобы вступить в Россию. И там проценты показывают, высокие на выборах одержали, поэтому мы много им помогаем. Что я хотела пожелать? Защищать сюда, Россию, защищать нашу Карачаева-Черкесию, чтобы она так же процветала, как сейчас процветает. Пчеловоды Карачаева-Черкесии передали 150 килограммов мёда военнослужащим. Сбор организовала Республиканская ассоциация пчеловодов. Кроме мёда в штаб акций «Взаимопомощь ему вместе» организация передала травяной чай для укрепления иммунитета бойцов. Штаб находится в Ресурсном центре развития добровольчества молодёжи по адресу Черкесск, улица Интернациональная, 63А. В Карачаево-Черкесии в эти дни проходит всероссийская акция «Сохраним лес». В нашей республике она разделена на 22 этапа. Центральное событие акции «Высадка 600 саженцев деревьев в Зеленчугском лесничестве» прошло в окрестностях Аула Козелоктябрь. В мероприятии приняли участие более 150 человек. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. У нас проходит одно из 22 мероприятий, которые проходят в Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Всего у нас в этом году, вот в эти дни буквально идёт высадка более 14 тысяч саженцев. На этом месте в окрестностях Аула Козелоктябрь у нас идёт центральная акция с участием волонтёров, общественных организаций, органов власти. На этом же участке будет ещё высажено 2500 саженцев различных пород деревьев. Мероприятие также у нас приурочено к 100-летию в Карачаево-Черкесской республике. Дополнительная партия саженцев как раз была высажена именно в честь 100-летия. Количество участников – это более 150 человек. У нас – это и сотрудники Министерства природных ресурсов, и подведомственные учреждения лесопожарное, лесничество, волонтёры, трудовые коллективы – это «Кавказ, Цемент, Верхний Кубань, Регион, Водхоз», волонтёрские объединения территории милосердия, КЧР «Территория жизни», студенты Северо-Кавказской государственной академии. Все они добровольно присоединились к акции и произвели уже высадку 600 саженцев. В эти дни во Владикавказе проходит форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие проводится с целью выявления и стимулирования творческого интеллектуального потенциала молодых преподавателей, мотивирования их к поиску новых форм обучения и профессиональной реализации, а также привлечения внимания общественности к значимости профессии учителя родного языка. Карачаево-Черкесию представляют 14 учителей. Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. В результате он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребёнка и 779 тысяч на второго. В торговые сети республики поступала колбаса «Пасадская» из сырья неизвестного происхождения, комментирует информацию государственный инспектор Северо-Кавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северо-Кавказским межрегиональным управлением Росельхознадзора, благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации «Меркурий», установлено, что в торговые сети на территории Карачаева Черкесской Республики поступала колбасная продукция, произведённая из неучтённого сырья. Так, индивидуальным предпринимателям Будяковым из города Черкеска произведено 200 килограмм колбасы «Пасадская». Но в качестве сырья в системе было указано лишь 156 килограмм мяса птицы. Какое сырьё было добавлено к этой массе, предприниматель не указал. Следовательно, при производстве нарушен принцип прослеживаемости продукции. На момент выявления партия колбасных изделий уже была отгружена в торговые сети Республики. Управлением Росельхознадзора индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение. В многоэтажных домах и учреждениях города продолжается подключение к теплу, которое будет происходить поэтапно в течение всей этой недели. Каждый день коммунальные службы подключают 200 домов. Об этом рассказал начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети» Вячеслав Аверченков. Топительный сезон в городе Черкесске, согласно распоряжению мэрии муниципального образования города Черкеска, начался 17 октября. В соответствии с утвержденными графиками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организацией, в данном случае это «Тепловые сети», осуществляется подключение многоквартирных домов. Многоквартирные дома находятся в зоне обслуживания управляющей компании, все инженерные сети, в том числе тепловые сети внутри дома. Поэтому подключением данных домов занимается внутри дома управляющая компания. Наш ресурс, этот теплоноситель в виде горячей воды, подается до границы раздела. Там, где централизованное горячее водоснабжение осуществлялось, а то тепловые сети, ресурс уже находится внутри дома, поэтому управляющей компании необходимо открыть контур отопления, в соответствии с утвержденными требованиями выполнить сброс воздуха из системы, проверить работоспособность всех приборов отопления, тем самым уходить из дома. То есть запустить дом и уже заниматься подключением следующего объекта. Пенсионный фонд России и фонд социального страхования объединяются в единый фонд пенсионного и социального страхования страны. Теперь это социальный фонд России. С 1 января следующего года все государственные услуги, возложенные ранее на пенсионный фонд и фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. Кроме того, граждане могут обратиться в фонд в электронном виде через портал госуслуг или через МФЦ. Управление Федеральных автомобильных дорог Кавказ в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период задействует 800 дорожных рабочих и 516 единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Милана Тхамокова. Против зимней скользкости на 51 пескобазе заготавливают пескосоляную смесь. На сегодняшний день подготовлено 155 тысяч тонн ПСС, что составляет 90% от необходимого объема. В случае возникновения экстремальных погодных условий дорожники применят противогололедные материалы с высокой концентрацией соли до 50%. Продолжается заготовка материалов для устранения возможных деформаций и повреждений дорожного покрытия в зимний период. На участках автомобильных дорог, подверженных воздействию снежных наносов с прилегающей территории, планируют устройство снегоудерживающих сооружений. Полностью завершить подготовку планируют уже до 1 ноября 2022 года. Круглосуточный телефон диспетчерской службы ФКО «Породор-Кавказ» код Пятигорска 33 11 59. 27 и 28 октября в Карачаевске пройдет открытое лично командное первенство Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева по трейл-ранингу, посвященной десятилетию горно-спортивного клуба «Архыз». Победители состязания будут награждены грамотами и ценными призами от ВУЗа. Кубок достанется команде, которая заняла первое место в командном зачете. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. Днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. А стольных термометра поднимется до 11 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.